хай всем привет сейчас пацанами решил вырваться точнее пацаны попросили меня отвезти их на скейт скейт-парк ну какой скейт-парк у нас маленькая такая яма вы сами видели там артем катается артём сказал что вообще большая проблема с скейт-парками их у нас лично в городе их туда один или два или даже один у нас в городе да сейчас сколько а 5 такие вообще это самый лучший самый лучший вот и до него нужно еще доехать обычно оттем ездить на самокате или на автобусе сегодня я отвезу потому что с нами еще поехал тимур тимур тоже приобщается к самокату взяли в бане два самоката и сегодня будут кататься я немножко поснимаю как артём катается с тимуром и потом мы еду не буду мешать назад сами навернетесь вот так что проблема в германии со скейт-парками это факт реально вот когда мы были в испании очень сильно прям запомнилось что там вот с этим круто все а вообще везде спортивные площадки и стадионы скейт-парки молодняк постоянно тусить то есть там прикольно да даже просто приехав в этот городок где мы отдыхали да там вот такой классный скейт-парк вообще суперский продак там было там яма была да еще глубже чем у нас там рампы высокие и рампы были высокие еще раз и маленький элемент здесь этого нету поэтому дети страдают и вот они ну слава богу что хотя бы такое есть да вот куда-то можно поехать иначе вообще вот почему в германии не развита это инфраструктура я не знаю я может быть я зря говорю за всю германию возможно других землях оно по-другому но я не встречал скоро будем ездить по городам и может быть мы иногда ткнемся и покажем вам обязательно что мы ошибались кстати сейчас по голосованию у нас лидирует кельн поехать так что если все будет продолжаться также то мы наверное поедем в кельн если вы против этого то пишите обязательно какой город нам поехать лайки под этим комментарием учитываются просто сейчас под комментарием с предложением поехать кельн я не помню сколько нужно помочь 4 или 5 лайков так что кельн пока лидирует а там разные были города а Субтитры делал DimaTorzok На скейтбордах, на самокатах Короче здесь прям Очень много их Какое-то прям не знаю Место собрания всех Всех со всего города и не только Реально Прикольно, теперь я понимаю почему Артем здесь тусуется Социальное общение Кстати социальное общение сейчас очень важно Его очень не хватает В наше время когда родители любят Купить пятилетнему ребенку гаджет Слышите как они шумят Кстати пью я не энергетик Это кофе Таня мне купила такой кофе Таня тоже экспериментирует вместе со мной С кофе Напитками кофейными И это не очень невкусно Так Однозначно Когда я вижу Молодежь Крайл так собирается Пацаны кучами Вот как я сейчас наблюдаю Это вообще круто Это круто Это меня очень радует Потому что в наше время Социальных контактов Очень Мало Я бы сказал в дефиците В наше время когда Родители к сожалению Ради того чтобы дети им не мешали Покупают уже в 5-6 лет Вот такие вот такущие смартфоны Лишь бы ребенок сидел Смотрел какого нибудь Не знаю Долбоблогера Детского формата Нет Есть нормальные Но есть Реально Просто иногда видишь Это отдельная тема И когда дети сидят Прям по 12-13 часов Блин Вот в этих гаджетах Просто не вынимая Даже кушают они С этими гаджетами И в туалет они ходят С этими гаджетами Просто постоянно О каких социальных контактах Может идти речь Да Все Все у них сейчас онлайн Все Не выходя из дома И это очень печально Это деградация полнейшая То есть в социальном плане Это полнейшая деградация То есть дети будут социально Не приспособлены абсолютно К жизни И я не знаю Что будет с этим поколением Это Это будет что-то новое Это будет что-то совсем другое Понятное дело Что они не могут быть такими Как мы наверное В общей своей массе Потому что Ну время тоже меняется Да Время стало более цифровым Более информативным Но это никак не оправдывает В моем понимании Я считаю Что нужно детей максимально Социально Приучать К улице К контактам К этим уличным Да На улице тоже много Говна всякого Да Кто-то скажет Там Ну на улице же там Наркотики Алкоголь Все такое Ну знаете Что я вам скажу Ну Здесь нужно как-то балансировать Да Надо чтобы они социально общались Но при этом нужно Как-то где-то Какой-то контроль проводить Надо чтобы дети вам доверяли Максимально Да Чтобы они рассказывали Что происходит У них с друзьями Что происходит на улице Ну насколько это возможно Но в любом случае Улица Воспитывает другой характер Мы все выросли на улице И мы совсем другие люди Нам легче Знакомиться Нам легче Общаться на улице Нам В принципе Живется в этом плане легче Вот Поэтому меня такие картинки радуют Когда я вижу Что молодняк Прям Кучкуется Тусуется Это прикольно Особенно если еще на таких Спортплощадках Пусть даже на такие Какие есть Это прикольно Это меня реально радует Второй момент Сейчас про Тимура И Артема Офигенно круто Сейчас Артем Стал больше общаться С Тимуром У них появились Какие-то общие темы Они дома больше Проводят вместе Времени Они там где-то Прикалываются Что-то играют То есть У них такая Какая-то Общая темка пошла И вот сейчас Артем Взял его с собой на самокат И Тимур с удовольствием Поехал покататься Артем познакомил Со своими пацанами Друзьями То есть Ну это круто Это круто Вообще у них разница В 4 года 4 года Это существенная разница В детстве Скажем так У меня не было Ну нет Наверное были Но совсем минимально Там пару человек Друзей Если так можно назвать Которые были на 4 года Меня старше Как правило Ты тусуешься со сверстниками Вот И у меня офигенно Вот Мне очень понравилось Что Артем Втягивает Тимура В свою тусовку Тимур уже Хочет купить себе Тоже самокат Ездить с Артемом Кататься Я думаю Что Тимуру даже пойдет на пользу Он у нас Такой Сами видите Да Он парень Он Большой Тяжелый Он сам От природы такой У него тяжелая кость Он Этот парень Тимурка вырастет Мужиком Таким знаете Килограмм под 120 130 От природы Даже я думаю Без всяких этих тренировок Такой Большой Сложенный И Я думаю Что такие вещи Как самокат Сейчас в детстве Они развивают Некую моторику И это пойдет ему на пользу В любом случае Так что Вот такие вот Позитивные моменты Это круто Это круто Девять Это может еще пару лет назад Думан Населит Как надо Девять Может еще пару лет назад Просто прошлогодний Немешок Мы с Таней считаем счетчики на даче Пришел счет Если вам интересно Сколько нам пришел счет То За свет И за Воду Сколько в месяц Получилось Примерно Около В общем Решил я вам показать Счет Наши сдачи За За все эти дела Общая сумма 92 евро 20 центов Вот здесь За электричество Цена Старый показатель Новый показатель 74 киловатта 0,35 центов За киловатт 25 евро Получается Мы за год Нажгли На 25 евро В принципе Это немного Что касается воды То вот здесь Я вам говорил Да что Девяточка стоит Здесь 17 Вот здесь Произошла ошибка Нам 3 Получается Насчитали больше Потому что Вот последний показатель В 19 году Был 12 Вот это вот вода Я как раз фоткаю Каждый год 12 кубиков Было А нам написали Что 9 Поэтому им придется Пересчитать Но это Все равно Это получается Как бы По 2 По 2,46 За кубик Ну Умножаем на 3 И получаем Все-таки Какие-то деньги Да И вот то Что у нас То что у нас Ломалось Прорвало трубу На даче Да Я вам показывал Что не было долго воды Утекала вода У нас просто в землю И вот за нее мы будем Все платить И у нас получается Что Получается Что 166 Кубиков воды Ушло В землю По 2,46 Делим на 31 Дачу Которая у нас есть И получилось На каждого По 13 евро То есть По 13 евро Мы заплатим За этот За этот ущерб А я еще не знаю За ремонт Будет какой-то Какой-то счет Не будет Но в этот раз Ничего не выставили Ну и в общем Здесь полный подсчет И общая сумма 92,20 А вот здесь У нас еще стоит Кредит какой-то Взят Какой-то Хайцунг 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 Санрага В общем Купили какой-то Хайцунг И мы тоже Выплачиваем кредит С нашего кооператива И вот За год Мы платим Тоже 33,45 За это Если на всех Поделить Общая сумма 1036 евро Мне кажется Какие-то батареи Они на батареи Меняют В общем зале Ну в общем Такая вот тема Вот что значит Кооператив Ну ясно Короче у нас Щитовод на даче Что-то там напутал Не в нашу пользу Да Не в нашу пользу Три куба Не насчитал Лишних еще даже Надо разобраться Германия Надо За всем следить Здесь даже На самом деле Я вам честно скажу Люди выходят С магазинов И проверяют чеки Ну только здесь Да Ну ладно Везде Я понимаю Это когда у нас Там происходило Или там где-то еще Но здесь Это как-то Я когда увидел Когда наши люди Выходят и пересчитывают Мне было удивительно На самом деле Очень часто Можно найти ошибку Потому что Человеческий фактор Тоже Ну какой-то Очень частый Этот фактор Человеческий Реально Таня вечно Мучается с чаем Не то что я Кофе А пеку Кружечку Кстати Очень удобно И Таня меня балует Короче Она покупает Мне кофе Вот такой Он очень вкусный Это Старбак Он очень вкусный Это Без холодильника Хранится Да Но я храню Сырой в холодильнике Люблю когда холодненький Но сам факт Что Я говорю Таня Не покупай Такой дорогой Кофе Ну в принципе Сколько он Евро Евро сорок Вот Мне какая-то Жаба Евро сорок Платить за Сколько здесь Миллилитров За 250 Миллилитров В кофе Жаба Честно Хотя он вкусный Таня говорит Ну что ты не заслужил Кофе Ну по идее Права По идее Роди как и Права Что я не заслужил Жаба Вот мы и боремся Но Я если хочу себе Черничку Или еще что-то Я кухолевую Потому что ты кофе Не заслужил Ну заслужил Конечно Ну За факт Сознания Что Но Единственное За что еще Можно это Воплотить Что это удобно То есть Ты попил Можешь закрыть Положить в машине И попить Потом попозже Еще А кофе Горячий Ты же Как бы Страешься Выпить Быстрее Пока он Горячий И Потом холодный Он уже не такой Вкусный Правильно Мы сейчас едем Везем Артема На занятия По английскому И у нас Второй пункт Будет Это дача Мы пойдем на дачу Потому что Сегодня ураган Поднялся ураган У нас В Ахине И мы Переживаем За нашу беседку Ночью Была катастрофа Я проснулась Я сплюсь при открытом окном И о боже Мне казалось Там все летает Просто Я не представляла Что там творится Я представила Саша едет На скутере На работу Я не знаю Таня каждый раз Мне говорит Как ты едешь На работу Такой ветер Тебя не сдуло На машине В смысле Сдуло Вообще Скутер весит 50-60 килограмм Или сколько Я не знаю Я 100 С небольшим Да Она взяла Сдуло Короче Сегодня поднялся Ураган А у нас же Беседка Уже покрыта Тентовым покрытием И вопрос Не сорвало ли его Потому что По идее Сезон По идее Сезон ураганов Уже закончился Вроде как Уже этого И не должно было быть Но вот Вы знаете Что В этом году В Германии Апрель Самый холодный За 40 лет Вот реально По статистике Мы все думаем Чего так холодно Где это тепло Блин Что случилось Вот Печку включ Печку включ Это нормально Деемся Понимаете За 40 лет Первый раз Такой холодный Апрель Мы думаем Чего мы так мерзнем Будет как И не было такого В Германии Но ничего Скоро 9 мая А 9 мая У нас будет жара Слава Богу Погода нам Подыграет Немного Во всяком случае Так обещают Ну пока Да Проехали сейчас Район В котором мы жили Раньше Где была Наша первая Квартира Всегда Ностальгия Проезжаешь Всегда Ностальгия Сейчас Стоим На стафоре Такой прикол Мужик Стоит Рядом Тоже На стафоре Маш Рукой Привет Мы Просто Танцевали Что-то Дергались Под музыку Он может подумал Что Мы так сейчас Сначала прикинули Что на этой волне Он просто Как бы Ему смешно стало Он рукой Помахал Саша Помахал Я ему тоже Машу привет Он стекло Пускает Я тоже Ну что Надумали В какой город Поедете первым Я понимаю Что это наш подписчик Привет тебе Я говорю Пиши советы Куда ехать Он говорит Начни с Ахина Да Начни с Ахина Нам кстати Уже многие писали Начни с Ахина Ну как-то Не знаю Дело в том Что да Когда ты здесь Уже живешь Она уже не кажется Таким уж интересным Я понимаю Что это много интересных мест Но мы все равно Порядически То-то-то-то Показываем Нет Давайте по-честному Мы про Ахин тоже снимем Но мы будем делать По-честному Как и говорили Да Про голосование Голосуйте Если Ахин Значит Ахин Пишите Ахин И ставьте свои лайки Или пишите много раз Ахин Чтобы мы могли В плане жребия Видеть это Что именно нужно Снять сейчас Ахин А на данный момент У нас Я уже говорил Сегодня во влоге Это Радирует Кёль Радирует Кёль И похоже Что мы поедем В ближайшие выходные В город Кёль Надеюсь погода А погода кстати будет Да Так что Сам Бог велел Ну а вы Если хотите Чтобы мы ехали В ваш город Не забывайте Написать об этом Поставить лайк И все шансы В городе сейчас Какие-то вообще Нереальные пробки Не знаю Связано с какими-то Ремонтами видно В городе как начнут Ремонтировать какие-то улицы И все ищут объезды И вот мы сейчас Пытаемся доехать до дачи Толкаемся У них к лету начинается Супер ремонтирование Видите какие у нас уже листики зеленые Красота Красиво Цветочки цветут Да Там ведь фиолетовые Красота Вот так вот Ладно Поехали Полкаться дальше Пока Пока Все окей Заехали на дачу Пойдем посмотрим Как там наш навес Ну что ж Я вижу что тент не оторвало Это хорошо Ну колбасит немножко Боковые чуть-чуть разъехались Но в принципе на месте Ну слава богу Так здесь все О нет Все таки его потрепало Таня Смотри А вот швы разошлись Видишь Вот его колбасит Ну что-то наверное можно сделать Какие-то лапки приклеить Может не знаю Смотреть Ну да Разошелся Только сезон начинается Ну конечно Что-нибудь придумаем Оооо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Поехали, знаете, куда? Посмотрим цветы. Таня хочет цветы купить. Расскажи, зачем тебе цветы? Я хочу купить цветы, чтобы высадить на террасе. Цветы и землю еще хотя бы мешочек, наверное, нужно купить. Хотя вроде там земля есть. Неважно, мешочек купим, мешочек на дачу мы там свезем. И вот, у меня там есть горшочки, там засохшая позапрошлогодняя лаванда, который я забывала, который я забывала поливать, который я забывала поливать. Таня обещала, что будет поливать, хотя я сомневаюсь, она обычно это забывает и не делает. В прошлом году я посадила лаванду. Блин, ну, ее так часто поливать надо было, что как-то, я не знаю, видно, я что-то упустила. Просто на солнечной стороне же все это, да. И в прошлом году там еще нет-нет, да пробилось чуть-чуть лаванда, а в этом году уже вообще ничего не пробилось. Я говорю, Саша, сейчас засажу там все снова. Саша говорит, нет, ты не будешь поливать, не надо сажать. Я говорю, буду, Саша. Напоминайте мне поливать. Саша говорит, поставь себе напоминание в телефоне на каждый день. На это мы сошлись, мы посмотрим. Да, ты знаешь, какие цветы хочешь? Ну, у меня в голове есть, я не знаю, как они называются, да, ну, что бы я хотела там видеть. Сейчас посмотрим, надеюсь, там будет цветочное такое. Поедем в немецкие цветочные, посмотрим, что там видится. Ну, здесь, возле кладбища, где мы всегда цветы покупаем. Показывай цены, рассказывай, что за цветы, как называют. Я не знаю, как они называются. А, вот, Немесья, Немесья, да. 2,75, вот такая вот маленькая, ну, они некрасивые какие-то, да? Там по 2,50 всякие. Лёвин, мюфлэрра. Короче, 2 евро стоит. Вот по 3 евро. Вот те красивые, Тань, дальше. Они сейчас красивые. Вот, видите. Я хочу, чтобы такое же что-то свисающее. Импотент, импотент. Тань, смотри. Импотент. Короче, импотенты полтора евро стоят. Импотенты нынче дешёвые. Какая-то штауда 3 евро. Вот такая. Не знаю, всё это так невзрачно. А такие, Таня, брала раньше, мне кажется. Благополучно сдохли тоже. Я себе думала, представляла, да, какие-нибудь петунии взять. Но красивые, цветные, вот как у моей мамы на балконе будет, да? Петуни, как называется? Не знаю. Вот они, вот те, не. И вот такие вот, да. Но это, блин, это уже подвесная, 17,50 стоит. Ну и всё, и хватит себе, поливай её. Ну это подвесная, я же хотела там. Нормально. Вот такие цветы меня устраивает, только мне не нужно в эту штуку. Они наверняка просто тоже где-то есть. А возьми мандариновое дерево и поливай просто. О, ну 100 евро стоит, легче вырастить, я думаю. Мандарин-то всё равно никакие. Рома, помнишь, лимон был? Ну как-то он. Это даже какое-то коломо-ди-но. 100 евро стоит это? Да. Офигеть. Можно в Испании выкопать, перевезти бесплатно. Можно вот розу зарабатывать. Нравится тебе? Роза красивая, да. Ну и как? Я вчера с её не хочу. Почему? Ну, ты совсем другое себе что-то представляла. А вот по 19 смотри, по 20 евро. Я не хочу. Не нравится? Вот такие вот, это же просто то же самое. Просто его рассадить надо. Он всё равно стоит 5,50, да? Вот такой горшочек. Ну, а там сколько стоило? Такого два цулина, нет? Ну, я вниз думала посадить. Вот бывают вот такие. Я не знаю, я смотрю на этот, это красиво так, а на этот. Смотри, Саша. Вот эта вот гортензия, да? Они бывают такие, как более висючие. Вот такие я бы хотела. Ну, они обвиснут потом. А такие я не хочу. Не, они не обвиснут. Красивенько. Не, не, я ничего не говорю, бери какой хочешь, потом скажешь мне, ты мне посоветовал. Бери свои петуньи. Ну, вот еще какие красивые петуньи. Ой, какие красивые. Ну, вот, более-менее уже. Прелесть, да? О, да, я понимаю. Но вопрос, как они разрастаются. Это уже красивее. Несколько цветов, да? Куда и складываться, если вы ничего не хотите? Тележку надо взять. Короче, берем тележку. Будем нагружать. Убери все, понимаешь, красивые. Это такие же, там снизу? Наверное, красивее даже. Еще что-то? Да. Короче, за это вот 30 евро отдали. В рации 9,90. Да. Давайте ставить ставки, когда они умрут. Саша. Хорошо, никогда хорошо. Держи. Чистые там, смысл? Все? Да. Ну, красота. Хотя ты ехала не за этим, да? Нет. Ну, тут прям такого, что я себе в голове нарисовала, не было. Я решила, что я пока в несколько горшочков посажу, посмотрю, как это будет смотреться. А потом могу еще докупить. Потому что у меня не совсем картинка в голове нарисовалась. Не знаю, сегодня, может, уже завтра посажу. Ты все будешь на землю или подвешивать? Нет, пока подвешивать не буду. Ну, короче, вот такая вот красотень неземная. Ну, что, ярко? Ну, как-то отцвевшие надо будет убирать. Так, видишь? Таня решила приготовить сердечки. Да. Вот они уже валятся. Будем кушать. Я чуть-чуть сварю. Потом обжарю. Делаю подливу. И с рисом, наверное, да? Таня решила. Ну, это с рисом, да. Артем, с Миланой, наверное, такой кушать не будут. Им что-то другое надо. А мы будем этим... А ты давешь мелко и не говоришь это сердечки. Скажи мясо. Ну, я пополам порезала, мягче уже не буду. Обвиняйте. Как бы дети съели? Они бы не поняли. Ну, что ж, на этом все, дорогие друзья. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Увидимся с вами в следующем влоге. Не забывайте ставить лайки. Поддерживайте нас комментарием. И увидимся уже очень скоро. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok